Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 октября, у нас стоит летняя погода, прекрасная, солнечная, она дает нам возможность тщательно приготовить с осени всю почву, все сделать, весной останется только посадить. И вот в продолжение темы подготовки почвы, я вчера сидела, когда в теплице и рассказывала, что вот, например, в теплице так-то, так-то делаем все, и все это переплетается с темами удобрений осенних, весенних. Я тоже рассказывала, все ссылки к описанию, к видео добавлю. И вот я говорила, что осенью желательно у нас суперфосфат, вот я сейчас добавляю в теплицу, у меня суперфосфат двойной в этот раз. Осенью лучше не совмещать, как-то разделять суперфосфат и известкование почвы, внесение кальций содержащих. Какие же еще удобрения можно добавить осенью? Потому что вопросов приходит много, можно ли барафоску добавлять, можно ли еще какую-то. Барафоску можно добавлять, потому что у нее в инструкции написано или весной, или осенью при перекопке. То же самое, там тот же самый фосфор, просто она обогащена бором. Вот я сейчас буду делать, удобрять вот эту вот часть теплицы, расскажу вам как. Но я сразу еще раз вам напомню, уточню, что у всех ситуации бывают разные. Когда у меня спрашивали, а калий нужно добавлять или не нужно осенью или весной, я вот в следующих видео ответила, что его можно и весной, и осенью. И тут все зависит от наших, ну вот что мы имеем, то если есть возможность, можно осенью добавить. Когда я показывала на улице, я добавляла только суперфосфат, перекапывала, потому что суперфосфат нужно, специалисты рекомендуют обязательно осенью для полного его преобразования, там все. А калий можно и тогда, и тогда. Но я калий на улице не добавляю, потому что на улице я буду там еще весной перекапывать, там же упадет снег, все это примнется, я еще раз перекапываю и добавлю все, что мне нужно. Добавлю как раз известь, пушенку, возможно, калий. А вот в теплице у меня совсем другие обстоятельства и совсем другая ситуация. Здесь снега у меня не будет, здесь почва будет подготовленная, пушистая, как я сейчас сделаю, она так и весной останется. И еще одно обстоятельство, это теплица для раннего использования, я высаживала в этом году в апреле, а на будущий год буду, возможно, еще раньше высаживать. И в это время, возможно, не будет у меня возможности как-то тут ее копать, перекапывать, добавлять. Будет сложнее, чем сейчас в прекрасную теплую погоду, вот раздетой в футболочке. Поэтому здесь я добавляю и калий, и фосфор, и все. Так что осенью можно добавлять еще и калий. Сейчас подробнее расскажу о тех удобрениях, добавках, которые я буду добавлять. Про суперфосфат я уже говорила. Желательно его добавлять за полгода до высадки, он к этому времени все. Добавляю всегда по норме. Вот здесь для культуренных почв, по-моему, 20, да, 20 грамм на метр квадратный. Это ложка вот такая без верха. И еще сюда же я буду добавлять калий-мак. То есть и фосфор у меня будет, и калий у меня будет. А азот, видите, вон эти такие, ну, какашки на кусочки. Азот я добавляю, вот она, в виде перегноя. Перегноя у меня здесь будет двух видов, животный и птичий. Нынче у меня случилось счастье, мне люди в обмен на рассаду дали птичьего перегноя, несколько мешков ни разу в жизни не использовала. Но так как слышу положительные отзывы о нем, решила его еще использовать. Вот смотрите, калий-мак написано, осенью или весной удобрение равномерно рассыпать по поверхности и перекопать. И вот здесь норма, тоже 30 грамм на метр. То есть я его буду вместе с суперфосфатом калий вносить и состав. Мало того, что здесь калий, у меня еще будет почва обогащена магнием. А магнием тоже необходим, все знают. Вот смотрите, но если кто не хочет составлять, я-то составляю весь этот комплекс НПК. Фосфор беру отдельно, калий беру отдельно, азот добавляю вот такими натуральными животными, этими добавками, кто не хочет этого делать, есть специальные, прекрасные, уже собранные осенние удобрения. Написано, вот у меня, например, универсальное, комплексное, вот такое. На ночь-то уже повыцвела. Есть другие, это не важно. Главное, если написано осеннее, вы можете внести, и там уже все собрано, сбалансировано. И весной вы ничего не будете делать. Вот именно в таких теплицах, где вы рано высаживаете, то, конечно, удобнее всего все это сделать осенью. Но самое главное, о чем я вас хочу предупредить, вы должны все это записывать, потому что весной пройдет полгода, вы забудете, что сюда вносили, сколько. Вот у меня получилось, одна теплица не внесена удобрения, другая внесена. Все я, конечно, записываю в свой дневник, вот у меня новый дневник садовода, я уже сегодня хвалилась, мне вместе с лентами с греющими прислали, как, ну, презент. Вот я написала, первая запись у меня, 12 октября, теплица номер 1, добавила. Перегной животное, перегной птичий, суперфосфат двойной по инструкции, добавила калиймак и написала, почва готова, НПК, значит, там азот, фосфор и калий, полностью все добавлено. Мне останется на будущий год только прийти и рассаду воткнуть, все. Это очень удобно, особенно в теплице, тут снег же не выпадает, тут почва не приминается, она вот как была пушистенькая, так и будет. Сейчас я еще сюда хочу посеять салат и редиски, может быть, успеет вырасти. Все, до свидания.